МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области почетным знаком «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной награждены 216 смолянок. В этом году почетного звания удостоились еще 15 многодетных мам. В их числе и две жительницы нашего города, воспитывающие четырех детей. Это Селезнева Наталья Сергеевна и Шубладзе Надежда Вячеславовна. Каждый год в нашем городе на День матери чествуют многодетных матерей. Десногорский совет женщин и в этом году продолжил свою многолетнюю традицию. Подробности в нашем первом сюжете. Торжественный вечер собрал много почетных гостей. Поздравить десногорских многодетных мамочек пришли руководители предприятий, представители общественных организаций, депутаты и руководство города. Благодаря вам, наши дорогие, бесконечно любимые мамы, у нашего города есть будущее, у нашей страны есть будущее, и у нас с вами есть уверенный взгляд в завтра, а самое главное, есть твердое понимание, что все у нас будет хорошо уже сегодня. Поэтому всех вас поздравляю с наступающим Днем матери. Желаю, кроме традиционного терпения, которое вам и так на каждом углу желают, я желаю вам красоты, любви, отдачи, того самого сердечного тепла, который вы вкладываете ежедневно своим бесконечным трудом, а на самом деле служением своим семьям нашей стране. В Десногорске проживают 159 многодетных семей. В торжественной обстановке мамам, воспитывающим трое более детей, вручили от городского совета женщин памятные подарки и цветы. Не забыли в этот вечер и о мамочках, которые воспитывают детей с особенностями в развитии. Особые поздравления и пожелания были сказаны семьям, воспитывающих приемных детей. На канун такого теплого семейного праздника, День матери, который в настоящее время празднуется на государственном уровне, свое поздравление я хотела бы начать с небольшой притчи. За день до своего рождения ребенок спросил у Бога. Я иду в незнакомый мир, я боюсь, что я там потеряюсь. Не бойся, сказал Бог, я дам тебе ангела. В ноябре этого года новый состав Десногорского совета женщин отпраздновал свой пятилетний юбилей. За этот период проведена немалая работа. Высшей наградой для членов Совета женщин региона является памятная медаль Союза женщин России. У нас в городе этой награды уже удостоены Валентина Кондрашова, Ольга Романюк и Татьяна Агафонова. На вечере в торжественной обстановке медаль Союза женщин России вручили и еще одному представителю Десногорского женсовета Валентине Денисенко. В выходные дни на территории региона сотрудники ГИБДД выявили 1024 нарушений правил дорожного движения, задержали 19 пьяных автомобилистов и трех водителей, отказавшихся от медосвидетельствования. Госавтоинспекции напоминают, что смоляне также могут помочь в борьбе с пьянством за рулем, сообщив информацию о нетрезвых водителях в дежурную часть. О криминальной обстановке в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. Продолжение следует... Скоро в городах региона появятся елочные базары. В связи с этим в Смоленской области молоденькие елки возьмут под охрану. С 1 по 31 декабря за ними будут приглядывать работники лесного хозяйства и полиция, как сообщили в профильном департаменте региона. Чтобы защитить хвойный молодняк от печальной новогодней участи, организуют мобильные группы и стационарные посты. Они будут дежурить на федеральных трассах, дорогах общего пользования и на лесных участках. Тем, кто решится незаконно срубить хвойное деревце, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. 25 ноября в 4 часа утра в первом микрорайоне Десногорска на автостоянке произошло возгорание автомобиля Mercedes-Benz 1996 года выпуска. Потушить автомобиль десногорским огнеборцам удалось за 10 минут. В результате повреждены моторный отсек авто, капот, передние крылья, лобовое стекло и панель приборов. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной случившегося является неисправность деталей узлов механизма транспортного средства. Во Флёнове в храме «Сошествие Святого Духа» завершены реставрационные работы. В тёплое время года туристы впервые за историю музейного комплекса смогут увидеть достопримечательность изнутри. В ходе масштабной реставрации в нём воссоздали кирпичную кладку, отмостки, обустроили внутреннее убранство и привели в порядок подвальные помещения, которые занимают 80% площади здания. В России праздник День Матери учреждён в 1998 году. Он отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери. В этот день в концертном зале городского центра «Досуга» действительно негде было упасть яблоку. Зрители стояли даже между рядами. И каждый год День Матери в Десногорске отмечается очень широко. Даже Международный женский день уступает этому празднику. Особенно торжественно прошло вручение свидетельства о рождении новому десногорцу – Миши Рязакову, который появился на свет 7 ноября. Сегодня, 27 ноября 2016 года отделом ЗАГС администрации муниципального образования города Десногорск в Смоленской области в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации регистрируется рождение сына супругов Рязаковых Дмитрия Александровича и Лидии Александровны. Примите первый государственный документ вашего сына – свидетельство о рождении. От администрации города молодую семью поздравил и вручил подарок заместитель главы Сергей Тощев. Также он поздравил всех женщин с праздником. Вот поздравляю сегодня вас, милые мамы. Я хочу вам пожелать, пожелать вам материнского счастья. И пусть это ваше материнское счастье светится и озаряется заботой, вниманием и любовью ваших детей. С праздником вас, милые женщины! Творческие коллективы Центра досуга подготовили праздничную концертную программу. 23 ноября в Десногорском энергетическом колледже прошел классный час под девизом «Служба в армии – почетная обязанность». В гости к студентам пришли начальник отдела военного комиссариата по городу Десногорск Сергей Сибилев, военнослужащие военной части 3678 город Десногорск и уже отслужившие и вернувшиеся из рядов Вооруженных сил Российской Федерации бывшие студенты колледжа. Гости подготовили интересные и захватывающие рассказы о годах, проведенных в рядах Вооруженных сил. После увлекательных рассказов юноши смогли задать гостям все интересующие их вопросы. На Смоленской станции в 2016 году реализовано большое число природоохранных мероприятий. Внедрены современные технологии очистки воды, обращения с отходами производства. Весь год ведется контроль и мониторинг окружающей среды. 22 ноября в районной администрации Рославля прошла публичная презентация экологического отчета предприятия. Общественность Рославского района выразила заинтересованность к природоохранным инициативам Смоленска-С и отметила значимость предприятия для всего региона. О том, как активно десногорцы проводят выходные, вы узнаете из нашего следующего сюжета. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса Десна прошло открытие чемпионата по мини-футболу. Участие приняли 10 команд. Три команды представляли город Рославль и семь команд город Десногорск. Самые активные футболисты работают на предприятии Интеркон и ЭЦМ. Каждая команда будет играть с каждой. В финал выйдут 4 лучших, и победитель определится в завершении чемпионата. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.